Здравствуйте, друзья! Сейчас мы напишем вот эти пионы, и будет некоторое прочтение фотографии. Мы будем адаптировать язык фотографии на язык живописи. Мы будем адаптировать язык фотографии на языке изображения. Беру разбавитель. Белило. Охру. Немного розовый. Немного синий. Фотография у нас белая, но мы сделаем ее в цвете. Рыжие мотивы. Немного синий. Немного... Как бы это сказать... Немного придушим, при... Припачкаем синим. Количество краски кроющие. Количество краски кроющие. Охра. Охра. Розовый. Белило. Ультрамарин. Или голубая. Или голубая. Охра. Для старта работы. Хороша строительная кисть. Благородные кисти тоже хороши. Но именно для старта. Лучше строительная. У нее толщина ворса. И большой захват штриха. Теперь возьмем... Белило. Синий. Розовый. И как бы цветом воздуха. Чуть-чуть наполним пространство вокруг пионов. 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 Эффект воздуха. Эффекта. 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 Розовый. Итого. Слоя. Нижний слой. Мигает из под верхнего. появляется живописная завязка или укладка то есть не перекрашиваем а добавляем подожду когда вы выполните эту задачу следующая задача мы наберем цветы тряпка хб размером больше чем кисть руки но ненамного делаем из нее тампон белила розовый пинк выше середины наберем пятно цветков почему тряпкой? тряпка собирает лишнее вещество с холста впитывая его в себя это даст удобство для выписки лепестков это будет более комфортно для выписки лепестков кистью возьмем черный и изумрудную и примерные очертания темной зелени чуть желтенького добавим вытянем стволы подожду когда вы выполните стекло это муть увенчанная бликом взял голубой немного охры примерные очертания а дальше мыть муть можно для настроения дать пару бликов для муть мы можем добавить несколько флэр возьмем белила возьмем белила нашей большой кистью уложим лежачую плоскость и покрыть и пленку свет идет отсюда туда свет идет отсюда туда свет идет отсюда туда поэтому здесь расположилась тень So here is the shadow. Цветки могут торчать туда глубоко и дополнять эту тень, еще проявлениями полосочек. Центральную часть усилим контрастом. Свет из-под теневой. Обычно свет из-под теневой создает эффект пространства. А свет отсюда, а здесь теневая. Light goes from here, and here is the shadow. Здесь светлить в такую меру не надо, важен именно свет из-под теневой. Зеленую с охрой возьму. I take some green and ochre. И дно, толстое дно стекла выразил. And I have emphasized the thick bottom of the glass. свет проник сюда и ударился в этой части сосуда. The light broke through here, and I hit this part. и ударился в этой части сосуда. Решите эту задачу пока. Чтобы плоскость уже вертикальная прозвучала. Я ей дам утемнение. С таким пленэрным эффектом. То есть синечка, немножко розового, и конечно же охра, которая у нас присутствует. Some blue, some pink, and a bit ochre. Сейчас у нас в работе будет вот этот палец. Now we are going to use this finger. Берем розовый. Take some pink. И моделируем множество. And model the multiplicity. Его теневые места. Shady places or width. И вот. И вот. И вот.